Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал «Амаркетс», оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня, в последний день текущей торговой недели, нас ожидает много отчетов, на которые мы, безусловно, обратим внимание. Один из них – это индекс ССМ производственного сектора, имеет очень большое значение для американской экономики. И, наверное, не буду повторять, что такого рода статистика сейчас имеет принципиальнейшее значение для всех тех трейдеров, кто следит за долларом, потому что каждый значимый отчет – это потенциальный шаг в сторону или в обратном направлении от первого решения американского регулятора, которое будет касаться смягчения американской национальной монетарной политики. Ну, об этом релизе мы еще поговорим. В целом, сегодня по повестке экономического календаря 8.55 по GMT ждем индекс активности производственного сектора Германии. Разумеется, после последних данных по розничной активности, потребительской активности, по состоянию бизнес-оптимизма, я думаю, что нужно признать тот факт, что какое-то время мы вообще не увидим хороших отчетов. И не просто так ведь экономика Германии оказалась в рецессии. Как раз были предпосылки в виде крайне низкого спроса на внутреннем рынке, в том числе на продукцию промышленного сектора. В 10.00 по GMT более важный отчет для европейской валюты – это данные по инфляции в еврозоне. И мы уже долгое время пытаемся отстроить какую-то стратегию того, что можно сделать с европейской валютой на основе прогнозов будущих действий Европейского центрального банка. И как и в ситуации с Федрезервом, как и в ситуации с другими центральными банками, для ЭЦБ в принятии решения по отказу от высокой процентной ставки имеет очень большое значение именно инфляционные условия в экономике. И если будут новые признаки значительного ослабления этого инфляционного давления, то тогда Европейский центральный банк может, хорошее слово, отважиться действительно на то, чтобы стать, возможно, если не первым, то одним из первых регуляторов, который упадет на снижение процентной ставки. В этих условиях нужно будет ловить евро, потому что это точно будет тот актив, который окажется в числе главных аутсайдеров рынка Форекс. В 14.30 по GMT индекс PMI производственного сектора Канады, вчерашняя статистика по ОВП Канады, оказала смешное влияние на рынок, но в целом ничего хорошего там не было. Нулевой показатель роста в декабре, это, конечно же, гораздо ниже, чем прогнозировали эксперты. Да, экономика смогла избежать экономического спада под названием рецессия, но те условия, которые сложились сейчас, особенно на фоне предварительных индикаторов того, что будет с экономикой дальше, пока что оставляют такую мрачную тучу над этой экономикой. И в этой связи, собственно, как и раньше, я предлагаю ни в коем случае не отказываться в текущих, на данный момент, от длинных позиций по паре доллар-канадница. Важнейший релиз со дня это ISM производственного сектора в 15.00 по GMT. Как уже отметил, эта статистика повлияет и на вероятность изменения ключевой процентной ставки, и, соответственно, на курс американского доллара. Поэтому нужно быть готовыми. Вроде бы как торговая сессия пятницы, но рано еще, друзья, уходить на выходные. И, соответственно, нужно пока сохранять бдительность, контролировать риск-менеджмент, следить за загрузкой депозитов. Это, как и всегда, очень важно. Нужно отторговать эту неделю до самого конца. Под закрытие недели будет еще несколько выступлений представителей Федрезерва, Воллера, Бостича и Дель. Их позиция, нам уже, в принципе, ясна. Они поддерживают идею того, что ставку ее снижения лучше отложить до июня-июля. Наверное, так оно и будет, но дополнительный сигнал от представителей американского регулятора будет точно не лишним, чтобы убедить покупателей доллара, что они все правильно сделали, снова затащив этот инструмент выше 104 пунктов. Текущие котировки как раз 104,05. Индекс ПСИ, который вышел вчера в соответствии с прогнозом, в месячном выражении показал рост на 0,4%. Были другие отчеты, в частности, личные доходы, которые прибавили на 0,2%. Хотя, прошу прощения, доходы выросли на 1%, а расходы увеличились на 0,2%. То есть прекрасная статистика, доказывающая силу экономики и сохранение вот этих предпосылок для разгона инфляции. Первичные заявки на пособие по безработице. И здесь можно сказать, что позитив 215 тысяч. Если сравнивать с показателем двухнедельной давности, когда показатель был 201 тысяча, то вроде бы как плохие цифры. Но еще раз напомню, что если первичные заявки на пособие по безработице держатся ниже 220 тысяч, это позитивный сигнал, доказывающий прогресс, подтверждающий прогресс на национальном рынке труда. Что у нас по инструменту FedWatch Tool? В мае после всей этой статистики блока макроэкономических данных вероятность снижения ставки составляет 21%. В июне 55%. Чуть-чуть выросло, но все равно это недостаточно для того, чтобы американский регулятор все же пошел на это важное решение. Скорее всего, это будет в июле. А пока держим, соответственно, длинные позиции. По крайней мере, я буду это делать. Но вам рекомендую глубже анализировать фундаментальный фон. И если вы торгуете на долгосрок, все-таки видите больше условий для какого-то трейда. Попробовал аргументировать свою точку зрения, почему сейчас куча оснований для того, чтобы удерживать эти длинные позиции. АСМ сегодня, скорее всего, вырастет с 49,1 до 49,5. Это ниже 50, да, признаю, но все равно нужно сделать несколько больших шагов вперед, чтобы выбраться в зону роста. И сегодня этот шаг, первый шаг может быть сделан. Золото 2044 доллара за тройскую унцию, моя логика прежняя. Если укрепляется доллар и доходности трейджерис остаются на высоких значениях, не стоит торопиться с длинными позициями. Поэтому не буду противоречить сам себе, удерживая по-прежнему короткие позиции. Американский фондовый рынок, S&P 500, 5109 пунктов, новый исторический максимум. Если вы все еще держите длинные позиции, вы, конечно же, рискованные трейдеры, но при этом большие молодцы. Я думаю, что рост продолжится, причем следующим горизонтом в качестве цели могут стать ориентиры, которые ранее, давно еще ставили Сити, Голман-Сакс, где-то между 5300 пунктами и 5500. Где-то, может быть, какую-нибудь медианную цель можно поставить и ждать, соответственно, индекс 100. Биткоин 61500. Думаю, что здесь тоже исключительно обычный тренд на фоне тех условий, которые ранее озвучивались, от предстоящего халвинга до интереса, с которой увеличивается, понятное дело, что рынок криптовалют так растет, и все больше неституционалов заливает деньги в эти биткоин-итфы, чтобы попробовать поучаствовать в этом бычьем ралле. Доллар иена 150.40. Вчера многие могли напугаться из-за распродаж пары и укрепления японской иены. Они стали следствием комментариев. С одной стороны, Минфина о том, что правительство следит за колебаниями на валютном рынке и готово вмешаться. Ну, конечно же, это было вроде бы как вербальной интервенцией, и так рынок это и воспринял. Центральный банк, представитель Токата сообщил о том, что он вообще призвал, скажем так, к немедленному отказу от отрицательной процентной ставки и контроля кривой доходности. Но это все, скажем, внешний шум, который на самом деле вряд ли будет иметь какой-то долгосрочный эффект на пару, потому что те, кто давал такие комментарии, совершенно не ответственны за решения, которые будут приниматься в Минфине, фактически и в Центральном банке Японии. В Банке Японии. И мы знаем то, что Банк Японии не пойдет на повышение процентной ставки, пока не увидит наличие признаков усиления инфляционного давления. Их точно сейчас нет. Поэтому ждем пару на новых локальных максимумах. Евро против доллара 1.08.11. Вчера распродажи, которые стали следствием слабых данных по уроничным продажам Германии, в годовом выражении показатель снизился на 1,4%. Инфляция в Германии 2,5% с 2,9%. И сегодня мы ждем инфляцию в еврозоне. Скорее всего, показатель будет таким же. 2,5% снижение с 2,8%. Чем ниже инфляция на фоне сохраняющегося давления на потребителей со стороны жесткой монетарной политики и высокой инфляции, все-таки она выше целевого ориентира, тем больше оснований для Европейского Центрального банка начать снижать процентную ставку. В общем, здесь тоже нужно ждать распродаж. Доллар канадец 1.3570. Как уже отметил статистика, которая вышла вчера по ВВП, 0% прироста. Сегодня индексы PMI, думаю, что разочаруют. Соответственно, можно ожидать дополнительное давление на канадский доллар. И по рынку нефти также ситуация не меняется. Рост запасов, укрепления доллара, признаки деэскалации напряженности, геополитической напряженности на Ближнем Востоке, условия для распродажи и снижения бренда WTI. Цели по бренду закрепления этого актива ниже 80 долларов за баррель. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok